В администрации городского округа Люберцы прошло заседание Совета депутатов. Народные избранники рассмотрели ряд имущественных вопросов, а также утвердили новый состав молодежного парламента. Все подробности в материале моих коллег. На очередном заседании присутствует 28 депутатов. В повестке дня 8 вопросов. В первую очередь народные избранники единогласно поддержали решение освободить от уплаты земельного налога женщину, достойных звания, мать-героиня. Документ подготовлен в соответствии с обращением прокуратуры городского округа Люберцы. Документ установлен в порядке согласован. Все замечания и предложения учтены. Все депутаты проголосовали за передачу имущества из собственности городского округа Люберцы в собственность Московской области. Кроме того, ряд объектов муниципалитет передал в аренду предпринимателя. В территории городского округа Люберцы реализуется программа представления помещений, зданий по программе рубль за квадратный метр. В связи с изменением земельного кодекса Российской Федерации, обращение Министерства имущественного отношения Московской области поступило в наш адрес. И в случае, если представляются по такой программе здания, то их необходимо представлять земельным участком автоматически. На прошлой неделе прошло заседание конкурсной комиссии по отбору кандидатов в молодежный парламент. Из 38 претендентов 21 вошел в состав нового созыва. Там есть и педагоги, спортсмены, медики, студенты, даже школьники. Мы все это сделали единогласно. Предлагаем утвердить данный состав, количество 21 человека. Принять. Кто за данное предложение, прошу проголосовать. Спасибо. Против воздержанность. Тоже коллеги решение принято. В конце встречи председатель Совета депутатов Владимир Ружицкий вручил руководителю Совета ветеранов Росгвардии Владимиру Халяпину знак отличия за плодотворный труд. Награждение состоялось в честь Дня работников службы вне ведомственной охраны. Луиза Игия, Зарян Сергей Гвоздев, Денис Заугольников. Телеканал ЛРТ.